Ручкой блокнот, чтобы записать и дома обдумать услышанное на заседании клуба. После таких встреч научный склад ума Алексея Федоров заставляет его искать дополнительную информацию по обсуждаемым книгам и глубже интересоваться историей родного края. Почему мне нравится? Потому что много узнаешь о не только православной книге, а о том, что творится вот здесь у нас в Сарове и даже в округе. Виртуальные путешествия по известным монастырям и рассказы паломников, которые посетили святые обители. Биана Курякина за пять лет не пропустила ни одного заседания клуба православной книги. И дело не в профессиональной деятельности. Она считает, что атмосфера встреч располагает к вдумчивому чтению и исследовательской работе. Я думаю, каждый, кто сюда пришел, открыл новые имена для себя, новый пласт литературы, неизвестный ему. За пять лет состоялось более 40 заседаний клуба. На них спорили, искали истину, обсуждали художественную, историческую, краеведческую литературу, в которой авторы касаются темы религии и описывают святые места и житие старцев. Всегда присутствует православное восприятие. И мы стараемся найти в этих книгах, которые мы читаем, духовную опору прежде всего для себя. В этом году клуб православной книги отметил свой первый юбилей. В конце встречи помощник благочинного Саровского округа протеерей Сергей Скузоваткин подвел итоги этих пяти лет и вручил благодарственные письма и подарки активным участникам клуба и сотрудникам библиотеки. Хелена Грецкого, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.